Видео подготовлено с сайтом online-gdz.net. Итоговое повторение задания 39. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции. В пункте а y равно корень из x. Найти нужно наибольшее и наименьшее значение на лучи от 4 до плюс бесконечности. Функция y равно корень из x возрастает во всей области ее определения. Определена функция на луче от 0 до плюс бесконечности. А поскольку луч от 4 до плюс бесконечности принадлежит лучу от 0 до плюс бесконечности, он является его частью, то функция возрастает и на луче от 4 до плюс бесконечности. Возрастающая функция – это функция, для которой большему значению аргумента соответствует большее значение функции. Значит, y наибольшее должно соответствовать f от большего значения, а это бесконечность. Но поскольку большее значение не определено, следовательно, y наибольшее не существует. Меньшее же значение функции соответствует меньшему значению аргумента. y наибольшее равно f от 4, это будет равно корень из 4, это будет равно 2. Функция y равно минус корень из х. В отличие от функции y равно корень из х является убывающей, так как она является зеркальным отражением функции y равно корень из х относительно оси х. Данная же функция – это функция y равно минус корень из х, только сдвинутая влево на 2 единицы. Таким образом, данная функция убывает во всей области ее определения. А область определения данной функции – от минус 2 до плюс бесконечности луч. Определить нам нужно наибольшее и наименьшее значение на отрезке от 0 до 3. Этот отрезок принадлежит области определения. Следовательно, функция убывает и на этом отрезке. Для убывающей функции верно следующее. Большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции. Значит, y наименьшее будет соответствовать большему значению аргумента f от 3 и будет равно минус корень из 3 плюс 2 будет минус корень из 5. А y наибольшее будет соответствовать меньшему значению аргумента, то есть f от 0. Это будет равно минус корень квадратный. 0 плюс 2 под корнем – это будет минус корень из 2. Пункт В. y равно минус корень из х плюс 4. На полуинтервале от 0 до 4 нужно определить наибольшее и наименьшее. Данная функция является функцией y равно минус корень из х. Эта функция убывает только поднятая на 4 единицы вверх. Значит, эта функция убывает тоже. Область определения функции от 0 до плюс бесконечности. Функция убывает на луче от 0 до плюс бесконечности. Следовательно, убывает и на полуинтервале от 0 до 4. Функция убывает. Значит, большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции. Тогда y наименьшее будет равно f от 4. Это будет равно минус корень из 4 плюс 4. Это будет равно минус 2 плюс 4 плюс 2. А y наибольшее соответствует меньшему значению аргумента. То есть нужно было бы написать f от 0. Но 0 не входит в рассматриваемый полуинтервал, поэтому y наибольшее не существует. пункт г. y равно корень из х минус 3 плюс 1. Эта функция является возрастающей, так как график ее можно получить из графика функции y равно корень из х путем сдвига его на 3 единицы вправо и на 1 единицу вверх. Эта функция возрастает во всей области ее определения. Определена функция на луче от 3 до плюс бесконечности. Определить нам нужно наибольшее и наименьшее значение на отрезке от 6 до 9. Функция возрастает, значит, большему значению аргумента соответствует большее значение функции. Значит, y наибольшее равно f от 9. А это будет равно корень из 9 минус 3 плюс 1. Это будет корень из 6 плюс 1. а y наименьшее, наименьшее, будет равно f от 6. А это будет корень из 6 минус 3 плюс 1. Корень из 3 плюс 1. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.